Ответный визит Челябинской области в Иран состоится в ноябре. В течение 10 дней в правительстве региона составят список предприятий участников делегации. После приглашения Бориса Добровского в Исламскую республику, посол дал медиахолдингу ОТВ эксклюзивное интервью и рассказал о развитии отношений между регионами. В беседе дипломат заявил, развивать Иран и Южный Урал могут не только торговые отношения. У Исламской республики и нашего региона есть и другие точки взаимодействия. Экономика и, конечно, торговля это очень важно, но и еще и в культуре, в образовании, в спорте, в вашем спорте, в вашем хокке, я знаю, что очень известны. Наши спортсмены как раз общаются у нас тоже в борьбе и в тяжелом весе, тоже известные спортсмены. В завершении встречи посол Ирана заявил, что открыт для общения в социальных сетях. Так ему проще отвечать на вопросы и узнавать об идеях и инициативах молодежи. Прежде всего, Мехди Санаи ждет записей в своем живом журнале и на фейсбук от челябинских студентов. Дипломат отметил, что у них много идей. Напомню, это первый визит иранского посла в Челябинскую область. Мехди Санаи встретился с бизнесменами, побывал на трубопрокатном заводе и обсудил с главой региона перспективы сотрудничества. Ответный визит состоится в ноябре, пока товарооборот между Челябинской областью и Ираном составляет чуть более 360 миллионов долларов в год. Мы поставляем в Иран металлопродукцию и удобрения, а завозим овощи и фрукты. Полную версию эксклюзивного интервью с Мехди Санаи смотрите в программе «Время новостей. Итоги». Воскресенье в 9 утра и 22 часа на ОТВ. Продолжение следует...